В глубоком синем океане обитала любопытная медуза по имени Джема. В отличие от своих полупрозрачных друзей, у Джемы были яркие цвета, которые менялись в зависимости от ее эмоций. Однажды она обнаружила скрытую бухту, где застенчивый морской конек по имени Сэм чувствовал себя одиноким. Решив найти нового друга, Джема пригласила Сэма исследовать чудеса моря. Они танцевали с покачивающимися водорослями, играли в догонялки с игревыми дельфинами и даже делились историями с мудрой старой черепахой Тайдл. Когда их дружба расцвела, Джема и Сэм решили организовать подводное шоу талантов. К ним присоединились морские существа со всей округи, поющие морские звезды, акробатические крабы и даже танцующий чечетку кальмар. Океан разразился смехом и аплодисментами. Шоу талантов стало ежегодным, принося радость всему подводному сообществу. Дружба Джемы и Сэма показала всем, что какими бы разными вы ни были, всегда есть чем поделиться. Итак, в самом сердце океана история Джемы и Сэма стала историей дружбы, принятия и волшебных моментов, которые случаются, когда морские существа собираются вместе, чтобы прославить свои уникальные таланты. Конец В глубоком синем океане обитала любопытная медуза по имени Джема. В отличие от своих полупрозрачных друзей, у Джемы были яркие цвета, которые менялись в зависимости от ее эмоций. Однажды она обнаружила скрытую бухту, где застенчивый морской конек по имени Сэм чувствовал себя одиноким. Решив найти нового друга, Джема пригласила Сэма исследовать чудеса моря. Они танцевали с покачивающимися водорослями, играли в догонялки с игревыми дельфинами и даже делились историями с мудрой старой черепахой Тайдл. Когда их дружба расцвела, Джема и Сэм решили организовать подводное шоу талантов. К ним присоединились морские существа со всей округи, поющие морские звезды, акробатические крабы и даже танцующий чечетку кальмар. Океан разразился смехом и аплодисментами. Шоу талантов стало ежегодным, принося радость всему подводному сообществу. Дружба Джемы и Сэма показала всем, что, какими бы разными вы ни были, всегда есть чем поделиться. Итак, в самом сердце океана история Джемы и Сэма стала историей дружбы, принятия и волшебных моментов, которые случаются, когда морские существа собираются вместе, чтобы прославить свои уникальные таланты. Конец. В глубоком Синем океане обитала любопытная медуза по имени Джема. В отличие от своих полупрозрачных друзей, у Джемы были яркие цвета, которые менялись в зависимости от ее эмоций. Однажды она обнаружила скрытую бухту, где застенчивый морской конек по имени Сэм чувствовал себя одиноким. Решив найти нового друга, Джема пригласила Сэма исследовать чудеса моря. Они танцевали с покачивающимися водорослями, играли в догонялки с игревыми дельфинами и даже делились историями с мудрой старой черепахой Тайдл. Когда их дружба расцвела, Джема и Сэм решили организовать подводное шоу талантов. К ним присоединились морские существа со всей округи, поющие морские звезды, акробатические крабы и даже танцующий чечетку кальмар. Океан разразился смехом и аплодисментами. Шоу талантов стало ежегодным, принося радость всему подводному сообществу. Дружба Джемы и Сэма показала всем, что какими бы разными вы ни были, всегда есть чем поделиться. Итак, в самом сердце океана история Джемы и Сэма стала историей дружбы, принятия и волшебных моментов, которые случаются, когда морские существа собираются вместе, чтобы прославить свои уникальные таланты. Конец В глубоком синем океане обитала любопытная медуза по имени Джема. В отличие от своих полупрозрачных друзей, у Джемы были яркие цвета, которые менялись в зависимости от ее эмоций. Однажды она обнаружила скрытую бухту, где застенчивый морской конек по имени Сэм чувствовал себя одиноким. Решив найти нового друга, Джема пригласила Сэма исследовать чудеса моря. Они танцевали с покачивающимися водорослями, играли в догонялки с игревыми дельфинами и даже делились историями с мудрой старой черепахой Тайдл. Когда их дружба расцвела, Джема и Сэм решили организовать подводное шоу талантов. К ним присоединились морские существа со всей округи, поющие морские звезды, акробатические крабы и даже танцующий чечетку кальмар. Океан разразился смехом и аплодисментами. Шоу талантов стало ежегодным, принося радость всему подводному сообществу. Дружба Джемы и Сэма показала всем, что какими бы разными вы ни были, всегда есть чем поделиться. Итак, в самом сердце океана история Джемы и Сэма стала историей дружбы, принятия и волшебных моментов, которые случаются, когда морские существа собираются вместе, чтобы прославить свои уникальные таланты. Конец. В глубоком синем океане обитала любопытная медуза по имени Джема. В отличие от своих полупрозрачных друзей, у Джемы были яркие цвета, которые менялись в зависимости от ее эмоций. Однажды она обнаружила скрытую бухту, где застенчивый морской конек по имени Сэм чувствовал себя одиноким. Решив найти нового друга, Джема пригласила Сэма исследовать чудеса моря. Они танцевали с покачивающимися водорослями, играли в догонялки с игревыми дельфинами и даже делились историями с мудрой старой черепахой Тайдл. Когда их дружба расцвела, Джема и Сэм решили организовать подводное шоу талантов. К ним присоединились морские существа со всей округи, поющие морские звезды, акробатические крабы и даже танцующий чечетку кальмар. Океан разразился смехом и аплодисментами. Шоу талантов стало ежегодным, принося радость всему подводному сообществу. Дружба Джемы и Сэма показала всем, что какими бы разными вы ни были, всегда есть чем поделиться. Итак, в самом сердце океана история Джемы и Сэма стала историей дружбы, принятия и волшебных моментов, которые случаются, когда морские существа собираются вместе, чтобы прославить свои уникальные таланты. Конец. В глубоком синем океане обитала любопытная медуза по имени Джема. В отличие от своих полупрозрачных друзей, у Джемы были яркие цвета, которые менялись в зависимости от ее эмоций. Однажды она обнаружила скрытую бухту, где застенчивый морской конек по имени Сэм чувствовал себя одиноким. Решив найти нового друга, Джема пригласила Сэма исследовать чудеса моря. Они танцевали с покачивающимися водорослями, играли в догонялки с игровыми дельфинами и даже делились историями с мудрой старой черепахой Тайдл. Когда их дружба расцвела, Джема и Сэм решили организовать подводное шоу талантов. К ним присоединились морские существа со всей округи, поющие морские звезды, акробатические крабы и даже танцующий чечетку кальмар. Океан разразился смехом и аплодисментами. Шоу талантов стало ежегодным, принося радость всему подводному сообществу. Дружба Джемы и Сэма показала всем, что какими бы разными вы ни были, всегда есть чем поделиться. Итак, в самом сердце океана история Джемы и Сэма стала историей дружбы, принятия и волшебных моментов, которые случаются, когда морские существа собираются вместе, чтобы прославить свои уникальные таланты. Конец. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова